К другим новостям. В целом по Казахстану и в Павлодарской области в частности наблюдается нехватка качественных специалистов в сфере дорожного строительства. В качестве основных причин, по которым молодые люди не уделяют внимания этой сфере, называют отсутствие осведомленности о возможных преимуществах и перспективах роста. О том, как потенциальные работодатели пытаются привлечь абитуриентов, узнал наш корреспондент. Для того, чтобы оценить работу любого специалиста, следует в первую очередь обратить внимание на конечный результат его деятельности. Данный тезис применим в том числе и к сфере дорожного строительства. Насколько качественным будет асфальтовое покрытие, зависит в том числе от степени квалификации сотрудников. Так считает в Национальном центре качества дорожных активов Комитета автомобильных дорог. В организации запущен ряд проектов, направленных как на подготовку действующих студентов, так и на привлечение новых лиц. Мы приглашаем не только студентов к себе, приглашаем и учеников. Проводим экскурсии, показываем свою лабораторию, чтобы они хоть посмотрели, поощущали, что такое асфальтобетон, что такое бетон. Плюс к этому с прошлого года у нас сейчас действует практика на оплатной основе 85 тысяч. Это уже основной оклад составляет студента. В начале прошлого года в регионе стартовала акция «Тысяча школ» в рамках профориентационной работы по дорожным специальностям среди учащихся школ и колледжей. Специалисты выезжали в учебные заведения и проводили ознакомительные беседы с будущими абитуриентами и студентами, в ходе которых рассказывали о преимуществах специальностей автодорожной профессии. Как отмечает руководство Национального центра, найти сегодня специалиста данной сферы, тем более качественного, не так просто. Хотели приобрести через программу «Хэтхантер» юриста. Буквально за день поступило 200 резюме. А искали лаборанта, мы целый месяц только набрали 7 человек на должность лаборанта. Сейчас я нахожусь в лаборатории, где производится испытание битума, имеющего колоссально важное значение не только для казахстанских дорог, но и для дорожного строительства в целом. Студенты, проходящие практику здесь, имеют открытый доступ ко всему оборудованию и ко всем проводимым испытаниям. На территории Национального центра для всех учащихся открыт доступ в лаборатории, дабы каждый смог на практике изучить особенности дорожного производства, научиться пользоваться всем необходимым оборудованием, а также познакомиться с профессионалами своего дела, готовыми научить молодых ребят всему, что знают сами. Вместе с высококвалифицированными специалистами проводим различные испытания дорожно-строительных материалов, например, изготовление контрольных образцов из мелкозернистой асфальтобетонной смеси для дальнейшего определения ее прочности и водонасыщения. Для меня это большой опыт. За время прохождения практики я ежемесячно получаю заработную плату. В Национальном центре качества дорожных активов уверены, все проводимые мероприятия будут иметь успех, и в скором времени в регионе появится новая плеяда грамотных специалистов в сфере дорожного строительства.